Привет народ, с вами Степан Бабкин. Сегодня опять немного поговорим о рабочей миграции в Германию, а именно о том, как ускорить этот процесс. Очень критичный этот вопрос сейчас, потому что посольства в связи с пандемией работают медленно, и постоянно идут вопросы, там, а как мне узнать состояние моего дела, там, как мне проверить, обрабатывается ли оно, или вообще, или нет. Вот сейчас я пытаюсь на эту тему немножечко вам рассказать что-нибудь полезного. Ну, если вы еще не в курсе, то рабочая миграция и правила поменялись в 2020 году. У меня об этом есть отдельная статья на сайте. Можете на нее взглянуть, ссылка в описании обязательно есть. Здесь описаны подробно все правила и тонкости рабочей миграции в 2020 году. И, кроме того, также на канале есть видео о рабочей миграции, где тоже все очень подробно рассказывается. Но понятно, что в связи с пандемией вообще сейчас все немецкие ведомства, и миграционные, и все остальные ведомства в Германии работают очень медленно. Корона, ответ на любой вопрос, там, связанный со сроками и так далее, все очень-очень тормозится. Давайте по пунктам. Что нам нужно первое сделать? Первое, нам нужно, в принципе, подать документы так, как это требует посольство. Почему-то немногие знают, что на сайте посольства немецкого любого в вашей стране всегда есть памятки, которые, в том числе, касаются рабочей миграции. В этих памятках они актуальны, ну, как правило, да, там, плюс-минус, там, пару недель, и в них написано, что вы должны вообще принести посольство. Некоторые заявляют, что этих памяток на сайте нет, они не могут найти, я показываю. Смотрите, вот визово-консульские правовые вопросы, здесь визовые вопросы. Дальше мы идем сюда, здесь вот тут маленькая тыцко-национальная виза, потому что рабочие визы, это всегда национальные визы. Вообще любой вид долгосрочной миграции, да, долгосрочная виза, это национальная виза всегда. И здесь у нас вот это, оказывается, это ссылка, да, не очевидно на долгосрочное пребывание, здесь памятки, и вот они, пожалуйста, трудовая деятельность, и здесь у нас все. Видите, сколько разных категорий миграции может быть трудовой, и очень часто спрашивают, я не попадаю под условия голубой карты, и все, мне конец. Нет, вот, пожалуйста, есть другие варианты, надо смотреть, надо разбираться. Значит, вы тут выбираете, например, если вы едете по головой карте сюда, если просто не попадаете под условия, то сюда, и здесь прекрасно все описано. Внимательно читайте, пытайтесь это все предоставить, то, что здесь написано. Очень часто спрашивают, нужны ли мне переводы, сделанные в Германии. Нет, не нужны. Это тоже в памятке тут прямо написано, что переводы могут быть сделаны в России. Сейчас найду. Вот, пожалуйста, переводы, выполненные переводчиком в Российской Федерации, должны быть материально заверены. Если вам нужны правильные, хорошие переводы дипломов, которые у вас 100% примут в посольстве, они сделаны по требованиям посольства, и с учетом всех тонкостей и нюансов, пожалуйста, пишите на перевод тупогермания.ру. В описании к этому видео есть также ссылка на подробности нашему переводчику, который все уже там собаку на этом съел, и поэтому очень хорошо в этом разбирается. Если вы все подготовили и все правильно подали, это уже успех. То есть это уже как минимум вам обеспечивает, что посольство тормозить не будет, не будет вас дергать дополнительными бумажками и так далее. Тоже часто спрашивают, нужен ли трудовой перевод. Трудовой здесь нет в списке, но, в принципе, по моему опыту, как правило, требуется подтверждение рабочей квалификации. То есть если у вас есть трудовая, ее имеет смысл тоже перевести. Итак, посольство получило ваши документы, и теперь они решают, надо ли отсылать эти документы для подтверждения биржи труда, или там, Остленда Бехерда, то есть ведомства по делам иностранцев в Германии, нужно ли это отсылать в Германию или не требуется. Если они видят, что условия получения голубой карты не требуют этого дополнительного подтверждения, пожалуйста, они выдают визу, у меня рекорд был у клиента, выдали за 2 часа. То есть он все правильно сделал, пришел, 2 часа подождал, ему все, оформили и визу сразу выдали. Ну, конечно, это исключение, такое бывает редко. Скорее всего, там надо настроиться на ожидание порядка 2 дней-2 недели. Если оказалось, что документы необходимо направить на проверку ведомства по делам иностранцев в Германии, то здесь-то и начинаются основные торможения, потому что документы должны как-то там из посольства до Германии дойти сначала. И здесь зависит от посольства. Где-то отсылают раз в неделю, документы где-то отсылают раз в месяц, где-то когда накопилась вот такая там папка, или 10 таких папок, вот тогда это слали. А пока не накопилось, никуда ничего не пошли. Документы приезжают в Германию, они распределяются между ведомствами и идут в локальные ведомства каждого города. Вот где у вас работодатель, там в Берлине, значит в Берлин уходит. В Мюнхен, значит в Мюнхен. Дальше они туда приходят, там разделяются. То есть там нужно, чтобы в некоторых случаях, чтобы было подтверждение биржи труда, значит сначала биржи труда надо спросить, если не нужно, а достаточно просто окей, вот ведомства по делам иностранцев, они там остаются. Там разные чиновники, чиновники болеют, чиновники уходят в отпуск, чиновники забывают. Это все может зависнуть просто потому, что документы куда-то делись. Это нужно держать на контроле. Чаще всего успех будет сопутствовать иммигранту, если работодатель его в этом поддержит, то что он может просто на немецком позвонить там условно в ведомство по делам иностранцев, найти телефон на сайте города или просто погуглить и спросить, я такой-то, такой-то, я хочу нанять такого-то, такого-то, его документы должны были прийти в Германию. Ну примерно там пару недель, когда прошло, уже можно позвонить. У меня были ситуации тоже у клиентов, когда, например, просто чиновник клал дело на стол и не знал, что с ним делать дальше и ничего и не делал. Ну и да, кто не знал там мифы о скрупулезности там немецкой бюрократической машины, это, конечно, не то, что не соответствует действительности, это ровно 180 градусов наоборот. В принципе, если вы это сделаете, вы уже максимально приблизитесь к сроку, к быстрейшему сроку получения визы. Все подать как требуется, переводы подготовить, чтобы не переделывать. И держать дело на контроле в Германии, если у вас виза подразумевает проверку ведомства по делам иностранцев у вас в регионе, в локальном городе. Но есть еще второй способ. Смотрите, сейчас обязательно тут тоже в требованиях это есть. Нужно, чтобы работодатель предоставил заявление о трудовых отношениях. Вот это Erklärungs, он бешефник, он сверхельднес. Ну, типа это описание вакансии, чтобы чиновники в посольстве понимали, на что вас нанимают. Потому что им же нужно удостовериться, что ваше образование соответствует вакансии. И вот в этом, как правило, бывает засада, непонимание. Поэтому разработали такой формуляр, который нужно предоставить посольству, его заполняет работодатель. Если у вас этого формуляра нет, то, соответственно, тоже это может немножко тормознуть процесс. Надо, чтобы был. Но здесь, смотрите, вот тут вверху есть такие галочки. И здесь написано, что вы можете заполнить этот формуляр для того, чтобы подать посольство для получения визы. А можете также форабсуштимул сделать. То есть это как бы получение согласия от Bundesagentur für Arbeit, то есть от немецкой биржи труда, что они не против того, чтобы был человек нанят. Но раньше это было связано до нового закона с тем, что проверялась конкуренция с безработными и так далее. Сейчас это, в принципе, ослабили. Во многих случаях это не нужно. Но нужно все равно удостовериться, например, что зарплата соответствует средней по региону. Что она не ниже, что человек не демпингует, нанимая иностранца. Это тоже не приветствуется. То есть есть определенные вакансии, на которых иностранца, в принципе, взять невозможно. И это тоже проверяется. И вот это все, этот формуляр необходимо заполнить. И вы можете еще до того, как подали посольство документы, подать этот формуляр Bundesagentur für Arbeit, то есть на биржу труда. Чтобы заполнить этот формуляр, в принципе, кроме работодателя, никто не нужен. То есть нужны данные о вас и работодателя. Меня часто спрашивают, а можете вы заполнить? Я бы с радостью. Реально, как бы я, чисто теоретически, я понимаю, что тут нужно писать. Но здесь вопросы, например, касаются, когда была открыта фирма, сколько в ней работников, не находятся ли они в процессе банкротства. Поэтому я же этой информации не знаю, как я могу это заполнить. Это должен заполнять работодатель вместе с вами. После того, как вы это все заполнили, подаете на биржу труда, они говорят, окей, ставят печать. И вы уже с печатью биржи труда подаете документ в посольство. В этом случае, по крайней мере, уже будет ведомство знать, что на биржу труда ничего, никакой запрос посылать не надо. И это тоже много чего ускорит. Ну и третий пункт. Можно пойти еще дальше. Новый закон в новой редакции. Здесь есть вот такой параграф 81а, в котором описаны То есть это еще ускоренный процесс получения разрешения на работу в Германии для рабочей силы. И здесь у нас прямо описано, что должно делать Остленда Бихерда, ведомство по делам иностранца. Вот здесь параграф 3. И в том числе они могут при выполнении определенных условий, они могут также установить, что квалификация соответствует вакансии. И что для этого не потребуется потом посольство делать запрос. То есть они могут уже предварительно не только сказать, можно ли нанимать на эту вакансию иностранца вообще. Но они также могут сказать, соответствует ли образование иностранца вот этой вакансии. Заранее. И это делает уже не биржа труда, это делает уже ведомство по делам иностранцу. Для этого они сделали специальный формуляр. Вот оно. Тоже я все ссылки в описании даю. Потом смотрите. Здесь его нужно заполнить и отметить галочками, там, какой у вас ситуация. По каким параграфам получаете разрешение о работе и так далее. Это тоже в принципе должен делать работодатель. Но, честно говоря, вот здесь без знаний миграционного закона, скорее всего, ничего не получится. И опять же, я здесь мало чем могу помочь, то есть я могу объяснить все по пунктам, но это в каждом отдельном случае надо отдельно осмотреть, потому что там очень много тонкостей. Параграфов, по которым можно получить разрешение на работу, сейчас, по-моему, пять разных. И поэтому тут надо разбираться, так просто не расскажешь. Работодатели, как правило, без понятия о том, как идет процесс получения разрешения на работу для граждан третьих стран, то есть не внутри ЕС. Почему так происходит? Ну, вы у себя в стране, вы знаете правила миграционного законодательства в вашу страну? Вот, например, в Россию. Как туда попадают узбеки, латыши и прочие люди на работу? Они же приезжают. Вы знаете? Нет. Потому что вам это не нужно. И даже если работодатель там кого-то нанимает, скорее всего, если он это не делал там уже пару раз до этого, он вообще без понятия. Ему надо это все объяснять. У них часто бывают предрассудки. Они начинают придумывать какие-то списки, что нужно, в которых находятся совершенно ненужные вещи. Они, наоборот, забывают что-то очень нужно и важно и так далее. Ну, как бы к работодателям, к информации от работодателя нужно относиться с небольшой такой опаской. Не раз уже было, что мне приходилось поправлять, да, что вот этот работодатель, он гонит. Не надо ему вот это, то, что он просит. Там, например, свидетельство о рождении работника. Нафиг не нужно работодателю. Вообще никакой ситуации. Кроме, если он там хочет девичью фамилию посмотреть. Ну, ему можно ее и так сказать. Идти к адвокату? Ну, блин, может быть. Я не знаю, честно говоря, насколько адвокат здесь полезен. Поэтому, в принципе, у меня вот этот третий пункт вызывает наибольшие сомнения. Потому что людей, которые могут реально хорошо заполнить эту форму и отметить тут правильно галочки, их я подозреваю немного. Можно подключить адвоката, конечно, если он разбирается тоже в миграционном законодательстве, то он это все заполнит. И тогда вы уже вот с этой бумажкой, с бумажкой от биржи труда и вот с этой заполненной анкетой по ускорению процесса работодателя вы подаете документы в посольство. И тогда посольству в любом случае нет смысла слать документы в Германию, потому что там уже со всеми ведомствами все согласовано. Ура, мы победили. Мы максимально ускорили процесс. Но на самом деле нет. Потому что обработка вот этих двух бумажек, она, скорее всего, суммарно займет, ну, так, по моим прикидкам, сейчас от минимума две недели до двух месяцев. Где-то так. То есть, если работодатель решил вас нанять, сделал рабочий контракт и со своей стороны начинает вам в этом помогать, он заполнил вот это все, это все равно же длится время. И здесь нужно, как бы, ну, трезво немножко, да, размышлять, потому что, если вы подадите документы в посольство, и посольство пришлет в ведомство немецкое запрос, да, с вашими документами, то не факт, что оно будет намного медленнее, чем если работодатель, не имея, например, полноценного понимания, о чем речь, это все как-то неправильно заполнит, и у него начнутся тоже проблемы с этим одобрением и так далее. Или что-нибудь, у меня был случай, когда человек просто неправильно заполнил, и там просто отказали вообще, хотя не должны были отказывать. Тут еще такая путаница, что какой-то добрый, хороший человек поменял в 2020 году в новой редакции закона параграфы все, и те, что раньше параграфы были там по голубой карте, по описаниям там поиска работы, по описаниям там различных других процессов, они теперь перецифрованы, да, по-другому цифрованы. И люди помнят, а там у тебя параграф там должен быть 19c поиск работы, а в законе уже там совсем другое написано, и они с этим путаются, чиновники, и из-за этого еще больше возникло тормозок, потому что люди вот на этом ошибаются даже. Чем я могу помочь? Я могу оценить вашу ситуацию и сказать, надо это делать или не надо. К тому, чтобы вот эти все анкеты заполнять, нужно относиться немножко трезво и с опаской, что может быть лучше через посольство подать все документы, они сами разберутся, что там надо им подтвердить и заполнить, и отошлют в Германию, и если работодатель будет держать процесс на контроле, то скорее всего все окей будет, и вы получите довольно быстро это все. Ну и еще небольшой такой хак, четвертый пункт, если вы хотите, чтобы более серьезно относились к вашей заявке, можете оформить заранее медицинскую страховку, которая покрывает уже ваше пребывание в Германии во время того, как вы работаете, это обязательная страховка, я могу с этим помочь до приезда в Германию эту страховку оформить, то есть по крайней мере вопрос с тем, что где вы будете застрахованы после приезда в Германию, у посольства там или там у ведомств не возникнет. То, что очень часто в ведомствах у них есть стандартные бумажки, типа человек приходит, получает разрешение на работу, например, как беженец какой-нибудь, да, или там вот, например, приехал из другого государства ЕС, да, у него есть, например, ПМЖ там где-нибудь в Польше, он приехал в Германию, и он может сразу в Германии, например, попробовать подать документы, у них там списки, что надо проверить, и там стоит медицинская страховка, и они не понимают, что люди, которые едут из-за границы, да, из третьих стран, им эту страховку никак не оформить, кроме как как-то с этой страховкой договориться, естественно, страховки тоже часто, что вы за границей, ничего невозможно, все, до свидания. Поэтому я сделал процесс, специально договорился с техникер кранком кассы, то есть это касса государственная, лучшая в Германии, по моему мнению, сам не застрахован, поэтому я с ними договаривался, собственно. Мы несколько часов обсуждали этот вариант, что когда человек заключил контракт уже и находится в процессе получения визы, можно сделать ему медицинскую страховку, пока он еще не приехал в Германию, но, естественно, с датой начала действия этой страховки, с его первого рабочего дня. И таким образом вы можете застраховаться через меня, в описании есть, опять же, ссылка, на сайте есть информация вся необходимая, если что, спрашивайте, все подскажу. Для вас эта услуга совершенно бесплатна, я буду как агент за привод клиента, естественно, получать вознаграждение, но для вас это все равно, вы все равно должны оформить эту медицинскую страховку по приезду в Германию, можете сделать это раньше. И, соответственно, вот в этих анкетках уже будет галочка стоять, что человек уже будет застрахован. Это тоже реально может ускорить немножко процесс. Особенно это касается случая, когда люди едут семьей, все вместе, потому что, опять же, при воссоединении семьи необходимо указать, что работник, к которому едет супруга или супруг, что он уже застрахован, до приезда он же еще может быть, скорее всего, не застрахован. Из-за вот этих всех нюансов я специально и подумал о том, что, блин, было бы неплохо, чтобы человека можно было застраховать до приезда. Давайте еще раз по пунктам. Первый пункт – это полностью подготовить все по требованиям посольства. Посмотреть памятку, почитать в вашей стране посольства, на сайте найти, посмотреть, чтобы у вас переводы были правильно сделаны. Если переводы с русского языка, можете обращаться к нам, мы гарантируем, что все будет правильно сделано. Подготовить медицинскую страховку заранее, сделать уже в государственную и можете подавать. Если у вас все там уже правильно есть и вам не требуется разрешение биржи труда и не требуется подтверждение ведомства по делам иностранцев, то в этом случае вы довольно быстро получите визу. Если вы получаете визу такую, которая подразумевает, что нужно получение разрешения на работу сначала, предварительно, вы можете это сделать еще до того, как подали документы на визу. Вы можете получить, то есть работодатель может получить разрешение от биржи труда на найм иностранца на свою позицию. И, кроме того, он еще может получить разрешение от ведомства по делам иностранцев, что образование и квалификация иностранца соответствует опубликованной им вакансии. Если эти две бумажки есть у него, если он может их получить быстро, это может ускорить процесс. Если их нет, это тоже не беда. Просто тогда в этом случае работодатель или вы сами должны держать на контроле, звонить в Slenderhound, локальный, да, там, где работодатель в том городе, и узнавать, как идут дела. Если, например, уже месяц прошел, а посольство еще все еще не прислало документы в Slenderhound в городе, где работодатель находится, скорее всего, что-то пошло не так. Надо тогда долбить посольство, писать им или там звонить им, пытаться выяснить, почему документы еще не пришли. Если у вас остались вопросы по рабочей миграции, и вы исчерпали ресурсы бесплатно, или у вас времени нет на это, пожалуйста, обращайтесь. В описании есть ссылки, как это сделать. Есть форум, где вы можете спросить вопрос, задать бесплатно, да, там не только я, там и другие иммигранты отвечают, и у нас там прекрасная комьюнити уже. Можете на сайте спрашивать в комментариях в соответствующих статьях, там тоже, как правило, я отвечаю там в течение дня на все, что могу ответить. Вы не останетесь без информационной поддержки, если вот сосредоточитесь на том, чтобы задавать правильные вопросы, вы можете читать все сами. Ну и я понимаю, конечно, что не всегда эта информация может быть усвоена вообще, в принципе, потому что, ну там реально очень много, да. Поэтому, ну что могу сказать, надо либо сосредоточиться, сконцентрироваться на этом очень сильно, либо пытаться через комьюнити, да, как-то это порешать. Но максимально пользуйтесь сайтом, форумом, этим каналом. Это вам пригодится не только в момент вот получения визы, но и после приезда, и адаптации процесса, там и вообще по жизни очень полезно, потому что я помню, когда я приехал в Германию, у меня была проблема, что я очень много ошибок сделал, просто потому что не было информации. У вас она есть, у вас эта возможность есть, пожалуйста, пользуйтесь ей. На этом все, с вами был Степан Бабкин, автор-администратор сайта tupagermania.ru. Всего доброго, до свидания.